Были же в вашей жизни наверняка соблазнования? Конечно, конечно. Вот про эти 17 миллионов и про приглашение Спилберга. Есть такая история в моей жизни. Она была реальная? Она была реальная, да. Они позвонили и сказали, что меня приглашают для знакомства, для, так сказать, приехать, потому что вот есть некая роль сейчас в новом проекте. Я говорю, да, вы знаете, это мне очень приятно, но я не могу, потому что это не входит уже все, у меня составленное расписание на мой, там все. Короче говоря, у меня елки, вот понимаете, да? Да, да, да. Они решили, что они имеют дело. Я думаю, что я был первый и последний человек, который отказал сразу, так сказать, ну, все-таки. Они стали мне объяснять, кто такой Спилберг. Я говорю, да я очень его люблю. Хотите, я назову все фильмы, которые он снял, я просто могу водить экскурсии по его творчеству. Тогда они назвали вот этот гонорар. Они сказали, что вот это... 17 миллионов долларов. 17 миллионов, да. Тогда это стоило. Я зашел к нашему делу. Короче говоря, я очень быстро им объяснил, что я не буду. Маломоргиня. Но для меня это на самом деле... Ребят, на самом деле, я вам скажу, что для меня никакой жертвой... Вы театр могли сделать на эти деньги? Есть тактика, есть стратегия. Отдавая очень малое, вы приобретали очень много. Еще себе малое. Как это я малое отдавал? Ну, сколько мы не сможем. Я знаю, что театр нельзя бросать не на один день. А уж... И мне, чтобы уехать на один день, это нормальная вещь. Это не то, что я говорю, ох, какой я добросовестный. Ничего подобного. Это просто нормальная вещь. Это как все равно, что, знаете, воздушный номер, там летит гимнаст. Он говорит, а тому, кто его ловит, говорят, ну, только кофе выпей. Только, бля, кому говорят, ты это, кофе выпей и все. Ну, понимаете, это нельзя делать. То, что было хорошо, становится плохо в одну секунду. Вот только отвернулся, уже плохо. Да как? Было же хорошо. Нет. Это постоянная борьба за качество. Постоянная.